Изменилась ли география путешественников? Из каких регионов нашей страны едут в Белокуриху поправлять свое здоровье? Наш Алтайский край порядка 5% в объеме. Превалирует, продолжает. Это Иркутская область, это Красноярский край, Новосибирская область, Кемеровская. Небольшой спад у нас пошел по Тюмени, по Ханты-Мансийскому автономному округу. Почему? Потому что там больше у нас корпораций приезжает, нефтедобывающие, а у них все было более сложно в плане ограничения передвижения по стране. Ну иностранцы, процент определенный есть, какой-то нет, потому что у них тоже на самом деле серьезные ограничения по выезду в Российскую Федерацию, как и назад. Это надо карантин пройти и прочие вот эти сюжеты, которые не давали возможности им путешествовать. Мы общаемся с аэропортом, с Горно-Алтайским, и количество рейсов гораздо увеличилось именно с Москвы, московское направление. Люди приезжают, они понимают, что здесь безопаснее в плане и по расселению, и видно, что они селятся везде. Кто-то вообще приезжает, домик снимают отдельный, деревянный, им это очень нравится. Кто-то в санатории пролечится и достаточно высокого, более высокого уровня. Если у нас раньше двухместные, ну стандартные номера были воспользованы, то в этом году больше люксовые, потому что уровень выше, все равно европейская часть населения по доходам выше, лучше себя чувствует. И они могут позволить себе именно номера, апартаменты, люксы, студии. И вот в этом плане тоже заметен рост, что доходность койка дня в Белокурихе увеличивается. Получилось ли выйти на допандемийный уровень дохода? Нам были выделены денежные средства в размере порядка нашему предприятию 140 миллионов рублей, которые были списаны государством. То есть это, получается, пошли на доход. Ну, они весь убыток, конечно, не перекрыли, но сейчас мы помаленьку восстанавливаемся и уже где-то уровня допандемийного достигли. То есть мы уже, можно сказать, сейчас только будем работать на плюсы. Какие сейчас требования при заселении и не пугают ли, не отталкивают ли они гостей? Ну, были вопросы, но люди все равно помаленьку, это как идеология, это как политинформацию проводим, проводили. Да, были негативные, конечно, зачем я приехал у вас тут в маске ходить или руки этим спиртом мыть? Нет, помаленьку, помаленьку, люди привыкли и уже понимают. Ну и плюс, конечно, сильная, конечно, эта вакцинация роль оказала, то есть люди уже, которые вакцинируются, они более спокойно себя чувствуют. А в целом санатории подготовлены, все меры, которые Роспотребнадзор определил на территории Российской Федерации, мы выполняли и будем выполнять. У нас осталось об эпидемиологическом благополучии вот эта справка. Раньше, в начало пандемии, еще была справка отрицательный ПЦР-тест, но ее сейчас не надо, вот именно одна справка осталась. Вакцинацию обязательно будете вводить или пока об этом речи не идет? У нас, в первую очередь, это персонал столкнулся, это, ну, можно сказать, год назад, осенью прошлого года, когда вторая волна была, и все равно персонал контактный, он уже, ну, многие уже переболели. К счастью, таких отрицательных случаев не было, да, тяжело восстанавливались. А то, что касается, они сами поняли, что лучше вакцинироваться. Что поменяли в своей работе? Появились ли какие-то дополнительные услуги? Обратили внимание на новые программы, которые мы можем, это постпандемийные, это легочные заболевания, то есть эти программы мы запустили, позиционируем. Также в области питания, что такое, это иммунная система должна более сильной быть. Мы запустили продукты, перепелиные яйца, сами перепела, свежую, качественную рыбу, то есть все вот эти меры, которые мы принимаем именно для повышения иммунитета. Ждут ли осенью увеличения турпотока? Эта осень по прогнозам, по бронированию лучше выглядит, сентябрь, октябрь, они практически 90% оба выглядят. Ноябрь, декабрь есть еще над чем работать, но вот я говорю, до 15 сентября действует кэшбэк, мы видим, что результаты есть. Ну и я думаю, в любом случае этот год сложится более положительный, чем даже 19-20 год. Продолжение следует...